МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы новости рынка в CFC Markets. В студии наш финансовый аналитик Дмитрий Лукашев и журналист Сергей Кудряшов. Дмитрий, на фоне последних новостей хотелось бы задать вопрос. ЦБ во второй раз в этом году понизил ключевую ставку. Чем вызвана такая активность и как она может повлиять на российскую экономику? Действительно, в начале года ставка составляла 10%. Первое снижение состоялось на 0,25%. А сейчас ЦБ решил ускорить процесс и снизил сразу на 0,5%. Теперь ключевая ставка равна 9,25%. И, в общем-то, это достаточно серьезный такой шаг к смене денежной политики. Большинство министров экономического блока правительства поддержали вот такое решение Центробанка. И, в общем-то, считают, что это очень будет все полезно. А бывший министр финансов Алексей Кудрин даже сказал, что ставка может быть вполне снижена до 8,5% к концу года. То есть это некий тренд, который продолжится на смягчении денежной политики. И, в общем, все это окажет несомненное влияние на экономику. Но вначале я хотел бы немножко рассказать, что такое ключевая ставка. Это ставка, в общем, почему она так важна? Это такая ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на срок на одну неделю. И одновременно по этой же ставке он принимает средства коммерческих банков в депозиты. То есть тем самым уровень этой ставки ограничивает и проценты по коммерческим кредитам. Потому что любой банк может вместо того, чтобы выдавать кредит какой-то коммерческой организации, какому-то бизнесу, он может также без всякого риска разместить под ключевую ставку деньги в Центробанке. То есть, соответственно, это что означает? Это означает то, что ни один коммерческий банк не выдаст кредит по ставке ниже ключевой ставки. То есть вот она была 10. То есть ниже 10 кредитования экономически бессмысленно. Потому что можно без риска разместить на депозит в ЦБ. То есть вот сейчас уже там 9.25, то есть по 10 уже теоретически можно выдать кому-то кредит. Это будет хотя бы какая-то экономически осмысленная операция. Но, конечно, маржа коммерческий банк достаточно высокая. Вот Сбербанк, в частности, он объявил о снижении ставок потребительским кредитом. Ну, там где-то 12 что-то или что-то такого типа будет минимальный уровень. То есть не 10 пока. Но, тем не менее, будем надеяться, что по мере снижения ключевой ставки и кредиты начнут дешеветь. И, в общем, предполагается, что вот именно появление дешевого кредитования позволит вот развиваться бизнесу и как-то вот улучшать экономическое состояние у нас в России. Ну, можно отметить еще, что была там раньше ставка рефинансирования, чтобы там никто не путался. Сейчас ставка рефинансирования равна ключевой ставке. Вот. И ставка рефинансирования – это фактически просто там не депозиты и кредиты, а там это раньше был такой вот… Ну, и сейчас есть ломбарные такие кредиты под залог ценных бумаг. И вот их определяла ставка рефинансирования. Ну, в общем, тут все понятно. Ну, вот, с методологией. А теперь вот нужно тоже обязательно понять, так как кредит – это, в общем, касается почти всех, каждого человека, особенно если он бизнесмен. Ну, и обычный человек тоже там, если кредитов набрал, то ему, конечно, тоже не помешает узнать, вот, что же делать. Вот. И что тут можно сказать? В соответствии с направлением денежной политики, вот Центробанк определяет размеры ключевой ставки в зависимости от инфляции. И, в общем-то, она же была и 200%, то есть там в середине 90-х, вот это… То есть я сейчас просто не делаю различия между ключевой ставкой и ставкой рефинансирования, просто вот ставка ЦБ, ставка, назовем так, бывает 200%, да, это было такое, в общем-то. Вот. Но в тот момент, допустим, вот, там, 1993 год, да, инфляция составляла 840%, вот годовая, 840%. Ставка ЦБ 210%, вот, то есть очень-таки высокий уровень инфляции издавал высокий уровень ставки. Сейчас вот инфляция у нас чуть выше 4%, ставка, значит, 9,25%. Но действительно это высоковато и, в принципе, может быть ниже, потому что, вот, если брать, к примеру, вот, 2011, 2012 годы, 10-й год, вот, инфляция была около 7%, то есть там 6,5, там, вот, 7. А ставка рефинансирования была на уровне 8%, то есть даже не 9%, а 8%. Я считаю, что вот действительно есть такой запас для снижения ставки, и можно на это рассчитывать. Можно на это рассчитывать. Еще можно отметить вот реакцию рубля, как он, рубль, несмотря на то, что вот многие ждали, что будет дальнейшее его ослабление, он, в общем, достаточно неплохо себя проявил, очень устойчиво. То есть, мне кажется, это еще один такой фактор того, что даже вот снижение на полпроцента при нынешней инфляции все равно ставка, вот, остается привлекательной, и это приток средств каких-то инвесторов, видимо, зарубежных происходит, несмотря на санкции, вот, и это вызывает такую вот феноменальную устойчивость валютного курса. Дмитрий, а вот такой еще вопрос возникает. Ну, учетную ставку снизили. А как же ведет себя тогда российский фондовый рынок? Ну, рынок тоже отреагировал, и очень даже неплохо. Во всяком случае, некоторые акции продемонстрировали достаточно мощный рост, ну, и индексы в целом подросли. Конечно, здесь больше влияние не на ставку, потому что влияние на ставку, оно несколько опосредовано, в том плане, что это как вот дисконтирование денежных потоков. Есть такой вот не инструмент, а скорее методика расчета привлекательств инвестиций и вот снижение ставки безрисковых инвестиций. Это влияет на пересчет потенциала роста акций. И, в общем, достаточно неплохо они растут. Бросается так нефть, вот я смотрю. Да, почти 12%. Это привилегированные акции. Видно, что мощнейший рост они продемонстрировали вот за два дня. Почти там больше 10%, там чуть ли не 20%. Я бы даже назвал это феноменальным ростом. Ну, да. Дело в том, что Татнефть решила выплатить дивиденды, исходя из половины чистой прибыли по МФСО. Это достаточно большой получается процент и порядка 23 рублей на привилегированную акцию. И вот, как мы видим, это как раз даже больше, чем на 23 они выросли. Но, в общем, у инвесторов это вызвало эйфорию, которая выразилась вот в таком, просто, можно сказать, ралли. Да, да, да. А кто еще из компаний в той таблице продемонстрировал рост? Вот Мечел, Яндекс, например. Ну, о них тоже надо поговорить, конечно, потому что нетипичное поведение котировок редко, когда удается инвесторам заработать в день вот такие достаточно серьезные проценты, там по 10-15 процентов. Но от акции Мечела, в частности, видно, что такие две хорошие свечи вверх дали. Но это в основном этому способствовала хорошая прибыль по МФСО. За 2016 год почти больше 7 миллиардов рублей сумел заработать, Мечел по сравнению с убытком 115 миллиардов рублей годом ранее. В 2015 году у него был убыток, а в этом году уже прибыль очень даже неплохая. Причем выручка тоже выросла там меньше, на 10 процентов примерно. А операционная прибыль была весьма внушительной. Около 43 миллиардов рублей. И рентабельность он операционную хорошую смог продемонстрировать. Почти 25 процентов операционная рентабельность Мечела. То есть очень хорошие такие вот показатели. В основном они, конечно, были связаны с тем, что подорожал уголь. Но мировые цены на уголь выросли. И это вот оказало такое хорошее влияние на финансовые показатели. Но опять-таки инвесторы некоторые могли сообразить, что, ну, наверное, после Фукусимы, после того, что вот произошло в Японии, и японское правительство заявляло, что будем переходить на уголь. Сворачиваем ядерную энергетику после Фукусимы, переходим на уголь. Уголь вырос почти в два раза. То есть сопоставив какую-то информацию, можно сделать какие-то выводы и все это перевести там в практическую плоскость покупки или продажи акций и в конечном итоге дохода. Ну вот Мечел, по крайней мере, позволил такой доход получить. Теперь мы еще... А Яндекс. Да, Яндекс. Яндекс, да, это недельный график тоже позволяет оценить, можно сказать, потенциал фондового рынка. То есть здесь видно, что когда вот произошел проблема там с рублем, ослабление рубля, вот котировки Яндекса упали в четыре раза. А сейчас почти в два с половиной раза выросли. То есть достаточно серьезная волатильность. И бывает и рост, и бывает возможность купить акции дешевле. Или в крайнем случае пересидеть падение. Да, три года, в общем, можно находиться в убытках. Но если компания более-менее надежная, то ничего страшного. Ну, в конце концов, все это цена вернется. Ну, а вот причина вот этого последнего роста... Да, за счет чего? Это, конечно, да, финансовый. То есть это вот то, из-за чего акции дорожают. То есть основная причина – это финансовые показатели компаний. Яндекс смог увеличить скорректированную чистую прибыль за первый квартал этого года на 18% и заработал 3,7 миллиарда рублей. На чем же они зарабатывают, Яндекс? Ну, кроме контекстной рекламы, я так понимаю, что-то еще, наверное? Ну, основной доход – это получился за счет роста средней цены, скажем так, за платный клик. Вот. То есть за вот эти рекламные нажатия, которые ведут на сайт какого-то рекламодателя, на сайт какой-то компании. То есть действительно рекламный рынок, ну, по крайней мере, вот рекламный рынок в интернет продемонстрировал заметное оживление в первом квартале текущего года. Цены выросли, по крайней мере, Яндекс их увеличил и сумел, в общем, неплохо заработать на этом. Ну, еще, конечно, вот хороший показатель, вот сегмент Яндекс.Такси тоже сумел составить конкуренцию там другим программам и сервисам и продемонстрировал хороший рост. Таким образом, в общем, неплохо, неплохо он себя проявил. Ну, Дмитрий, ну, с нашими, так сказать, фаворитами, ну, более-менее понятно. А что происходит с компаниями, которые показывают все-таки негативную динамику? Ну, конкретно, вот, хотелось бы узнать про Дикси, но вроде бы он не первый раз, уже находится вот в нижней части таблицы. Что происходит с Дикси-то? Ну, действительно, акции этой компании почти на четверть, вот на 23,4% подешевели с начала года. Сегодня они снижались почти на 2%. И в основном это общая проблема вот всех торговых сетей. это люди меньше тратят в магазинах, вот, снижая доходы их, ну, не то чтобы снижаются, они просто скорее, можно сказать, стагнируют, вот. То есть инфляция даже, хоть и низкая, но она немножко, все равно там 4-5% в год она увеличивает, в общем, все цены, а доходы, они фактически на одном-то уже уровне. И вот конкретно для Дикси это вылилось все в тот факт, что вот в первом квартале этого года убыток увеличился до 1 миллиарда 650 миллионов по сравнению с 1,5 миллиарда в первом квартале 2016 года. То есть достаточно такой, да, убыток заметный. Вот. И кроме этого выручка снизилась на 6% тоже. Вот снижение выручки, это более такой тревожный фактор, потому что цены-то все-таки повысились, а вот выручка снизилась. Это привело к тому, что инвесторы опасаются, опасаются они дальнейшей перспективы компании и не спешат, в общем. Вот график Дикси, можно посмотреть, что снижение достаточно вот такое долгое. Но, кстати говоря, Дикси развивается. То есть я не могу сказать, что вот негативные финансовые показатели мешают развитию. То есть торговая площадь увеличивается, можно отметить, происходит оптимизация магазинов. И, в общем, я считаю, что где-то уже вот с учетом такого мощного падения где-то уже можно там на покупку рассматривать. Согласен, согласен абсолютно. Дмитрий, а почему понизились акции Транснефти? Вот тоже там присутствовало в нижней части таблицы. Действительно, Транснефть после довольно бодрого такого роста снизились ее котировки. Но речь идет о привилегированных акциях. И, в общем, скорее всего, это не столько связано вот с показателями какими-то финансовыми компаниями, а с хозяйственным спором Транснефти и Федеральной антимонопольной службы. То есть достаточно такая запутанная история. Но можно сказать, что, в общем, любые какие-то вот споры, которые выходят в такую плоскость медийную, они, в общем, могут достаточно негативно повлиять на котировки. То есть это не исключено. И можно отметить тоже, что есть там компания, обыкновенная акция, они 100% принадлежат государству, а на рынке торгуются привилегированные. И вот если, допустим, как компания полгосударственная, 50% прибыли по МФСО решит выплатить в виде дивидендов, то и она привилегирована акция придется четверть, то доходность может быть не такой уж и большой, от 3 до 5%. Вот сомнений там с тем же «Газпромом» не так много. И может сдержать интерес инвесторов. И вообще, вот нефтяной сектор российский не очень хорошие показатели продемонстрировал. Укрепление рубля как раз ослабило финансовые показатели. То есть и «Сургутнефтегаз», и другие компании. Но вот, допустим, если взять «Лукойл», это график акции «Лукойла», тоже видно, что достаточно устойчивое снижение происходит. То есть экспортеры, они ухудшают свои показатели на фоне крепкого рубля. А в частности, вот у «Лукойла», согласно отчетности по российским стандартам, в первом квартале текущего года чистая прибыль снизилась почти в три раза. И составило порядка 6 миллиардов рублей. В общем, немного. Но само снижение говорит о том, что не очень хорошо дела обстоят, а выручка от продаж сократилась на 30%. То есть, тем не менее, дивиденд по «Лукойлу» будет. Но, опять-таки, доходность не такая большая. Около 4% доходность. Доходность. И компания собирается выплатить еще 120 рублей на акцию. То есть, до этого она выплатила 75 и еще 120 вот сейчас. То есть, доходность где-то 4% можно будет получить. А с учетом промежуточных дивидендов 6,5%. То есть, 6,5% – это, в общем, не так плохо. И мы видим, что тут акции росли. Но после выплаты промежуточных дивидендов уже 4%, видимо, рынок считает, маловато. Дмитрий, ну, понятно, что не всем пошло на пользу укрепление рубля. А что происходит на товарных рынках? Продолжает ли действовать фактор скорого наступления лета? Действительно, продолжает, как ни странно. Хотя любой игрок всегда стремится воспользоваться фактором сезонности. И за счет этого сгладить колебания, те, которые происходят в связи со сменой времен года. Ну, вот здесь у нас график говядины. И видно, что достаточно мощный рост происходит. Вот как раз в конце апреля, в апреле-май видно, что очень прилично рынок растет. И связано это с тем, что американцы стали больше есть говядины в сезон пикников и майских праздников. То есть у них сейчас будет праздник День Матери в начале мая. И все собираются, жарят какие-то там шашлыки, колбаски. И очень вот любят потреблять говядину. И она пользуется большим спросом. Причем можно отметить, что в конце апреля еще и неожиданно вырос спрос на говядину в Японии. Продажи из США, экспорт увеличился с 19,7 тысяч тонн до 21,3. То есть почти больше, чем на 10%. Достаточно. И, видимо, японцы тоже решили отметить те же самые праздники. Да, может быть. На этом наша передача заканчивается. Следите за новостями с нашей программой новости рынков всей Маркетс. В студии был финансовый аналитик Дмитрий Лукашев и журналист Сергей Кудряшов. До новых встреч. До новых встреч.